Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча Раисы Республики Татарстан Рустама Миниханова с участниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Заседание прошло на базе Высшей школы гуманитарного и муниципального управления Казанского федерального университета. Открытый диалог проводится в рамках выездного модуля программы «Школы мэров», реализуемой Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Татарстан посетят представители 80 регионов. Подробности смотрите в одном из наших следующих выпусков. Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета объявляет набор в летний лагерь «Пайгейм Кэмп». Смена пройдет с 17 по 28 июня на базе КФУ. К участию приглашаются школьники 14-17 лет. Лагерь организован и ТИС – совместность техношколы «Андромеда». В рамках летнего IT-лагеря участники погрузятся в мир информационных технологий и программирования, создадут собственные игры на языке Python с библиотекой PyGame. Кроме того, учащимся проведут экскурсии в музее КФУ, познакомят с экспертами IT-отрасли. По итогам образовательной смены будут освоены такие навыки, как создание игрового интерфейса, уровней в игре, анимированных спрайтов, управление скоростью игры, реализация механик Google Dino, добавление звуковых эффектов и многое другое. Студенты Института международных отношений Казанского федерального университета создали телеграм-бот «Цифровой научрук». Его разработали студенты направления зарубежной регионоведения, участники СНК «Смыслы цифры», кафедры регионоведения и цифровой гуманитаристики под руководством старосты Кружка, студентки 4-го курса направления регионоведения России Татьяны Ивановой. Задача цифрового научрука, созданного в рамках проектной практики, помочь студентам в написании научных статей, курсовых и дипломных работ. Сейчас бот отвечает на вопросы и дает советы, связанные с подбором темы исследования, процедурой написания научных работ в соответствии с методическими пособиями и рекомендациями кафедры. Напоминает про дедлайны, чтобы студенты не забывали в срок сдавать документы на кафедру и могли спланировать процесс написания своей научной работы. За последние годы Казань менялась до неузнаваемости. Расширялась в границах, увеличивалась в численности жителей, украшалась величественными сооружениями. Экономика выросла вдвое. Подробнее о том, как преобразилась архитектура культурной столицы России, узнаете в следующем сюжете. Около 10 лет назад Казань ничем не отличалась от любого другого города провинции, но сейчас она ежегодно радует нас архитектурными сооружениями. Давайте узнаем, как изменилась Казань за последние годы. Казань заметно преобразилась после избрания Владимира Путина на должность президента Российской Федерации. Социальная инфраструктура 90-х была наследием Союза Советских Социалистических Республик. Казань 90-х – это город с убитыми дорогами, где зачастую не проводился даже ямочный ремонт. Вечером город погружался во тьму, освещения почти нет. Преобразование Казани началось с подготовки к празднованию тысячелетия города. Комиссию, отвечающую за проведение мероприятия, возглавлял лично Путин. Он же прибыл в столицу Татарстана на ее юбилей в 2005 году. К этому моменту в городе появилась первая линия метрополитена. Был построен долгожданный мост «Миллениум». Начинающим задыхаться от пробы в городе расширялись дороги. Казань избавлялась от трущоб и задумывалась о сохранении своих главных символов. Начиналась реставрация Казанского Кремля. Казань за последние 20 лет кардинально изменилась. Во-первых, она достаточно сильно выросла в своих габаритах. В Казани изменились подходы как с точки зрения сохранения архитектурного наследия, так и с точки зрения создания новых современных архитектурных объектов и в целом дизайна. У нас также активная политика, молодежная политика в Казани. Множество появляется молодежных объектов тоже с особой средой. Надо сказать, что, конечно, такие подходы, дизайн-подходы, они на самом деле инновационные для России. Не во всех регионах России, особенно в государственных объектах, в общественных объектах, происходят такие колоссальные изменения в сфере дизайна. Важным в обновлении Казани стала и прошедшая в 2013 году универсиада, которая фактически стала репетицией последующей Олимпиады в Сочи. На карте города появились десятки спортивных объектов, в том числе 45-тысячный стадион Акбарс-Арена. Новые дороги, развязки, обновилась и Ленинская дамба. Разделенный рекой город получает полноценную дорожную связь между северной и южными частями. Реконструировали аэропорт и ведущую к нему дорогу. Продолжилось преобразование центра. По Казани стало удобнее гулять, также в третью столицу стало легче приехать. Был построен северный вокзал. Реконструирована трасса М7 и проложена высокоскоростная магистраль М12. На сегодняшний день, наверное, самое то, что бурное на сегодняшний день развивается в Казани, это ремонты фасадов объектов к Бриксу. То есть это тоже после каждого важного мероприятия в городе всегда остается такой знаковый положительный след. Место, которое не оставляет ни одного туриста равнодушным – Кремлевская набережная. Она существовала давно, но с появлением под стенами Кремля в 2010 году Дворцовой площади, здания Дворца земледельцев и элитного жилого комплекса Дворцовая набережная, администрация Казани приняла решение о благоустройстве участка береговой линии и превращении его в яркую набережную. Уже летом 2015 года состоялось торжественное открытие полноценной набережной. На велосипеде порой выезжаю. Мне, в принципе, нравится, как бы устроили набережную. Построили вот эти велодорожки. В принципе, очень удобно стало. Было бы неплохо добавить катамараны, чтобы люди могли кататься на них. Ну, набережная у нас и так, конечно, шикарная, отличная. Здесь и кафе все есть для детей, на самокатах, на великах все катаются. Мне очень нравится, что она очень протяженная, красивая. Учитывая, что я была во многих городах России, я могу сказать, что эта набережная одна из самых красивых, реально благоустроенных. Рядом с набережной располагается площадка для главных культурных инициатив – Национальной библиотекой Республики Татарстан. Бывший мемориал, который задумывался как Центральный музей Ленина. Первоначально здание было Национальным культурным центром. Там проходили выставки и лекции. В дальнейшем построенное в советское время здание преобразилось. Сегодня в нем размещается Национальная библиотека, которая притягивает к себе людей всех возрастов и разных интересов. Сам объект, конечно, он, насколько я знаю, не является объектом культурного наследия, но, конечно, он уже обладает всеми признаками объекта. У него, во-первых, уже и возраст, который позволяет его зачислить в эти списки объектов культурного наследия. Конечно, архитектурная ценность, уникальность для Казани. Это такой стиль советский брутализм, символизм. Это его такое красное знамя интересное. Ну и мы видим, как внутренние изменения, в том числе и дизайна пространства, и функции, дали этому объекту новую жизнь. Потому что очень долгое время этот объект практически не использовался. Еще одним известным местом для отдыха является парк Черное озеро. Он долго приходил в упадок, постепенно теряя былое величие. Но за последние годы, благодаря программе парки Татарстана, получил новую жизнь. Сейчас это современный и ухоженный парк, в котором проходят различные мероприятия. С каждым годом в нем появляются новые фонтаны, аллеи и интересные элементы декора. Еще в советское время в парке Черное озеро заливали каток. Именно это событие дало толчок для образования в столице Татарстана своей собственной хоккейной команды. Традиция зимней забавы осталась. Поэтому каждую зиму там можно покататься, наслаждаясь украшенными гирляндами парком. Парк несколько раз ремонтировали, то есть качество реализации было не очень удачное. Но при этом там есть, на мой взгляд, плюсы. То есть были воссозданы два добаркадера, в которых сейчас расположены рестораны. Как бы сам парк зажил. Но я бы его сделал именно с точки зрения исторического парка. Максимально восстановить, воссоздать среду 19 века, в котором он был. Понятно, с внедрением всех современных функций внутри объекта. Но я бы сделал упор именно на это. Парк Горького. Точно так же, как и другие объекты культуры, из умирающего парка советского времени превратился в место притяжения для прогулок с семьей и свиданий. Первый этап реконструкции был завершен в 2014 году. Проложили новые пешеходные дорожки, облагородили газоны, обустроили общественные пространства, для детей поставили игровую площадку. Сейчас для жителей и гостей города предложена масса вариантов активного отдыха. Летом здесь устраивают кинопоказы под открытым небом, проводят мастер-классы по танцам, занимаются йогой. А зимой можно даже попасть на соревнования по единому триатлону и другие спортивные мероприятия. Парк Горького, он был один из самых первых парков, который был, грубо говоря, отремонтирован. То есть, если вы посмотрите современные парки Парк Горького, вы скажете, Парк Горького как будто бы какой-то устарел уже. На самом деле, это была первая так называемая ласточка, которая в сфере благоустройства городского. Там на тот момент были модные бетонные дорожки, вот их там-то сделали. Сегодня, казалось бы, это странный кредит. Но он был не так давно отремонтирован, приведен в порядок, но будто бы он уже маленько морально устарел. Есть такая нотка в нем. Но при этом он все равно достаточно активно используется горожанами, там достаточно большое количество детских площадок. По сей день продолжается масштабное преобразование Казани. С каждым годом возводятся как оригинальные архитектурные сооружения, так и инновационные комплексы, которые радуют горожан и привлекают туристов. Прогресс не стоит на месте. Именно поэтому третья столица России будет продолжать реализацию новых проектов. Алексей Кошеленко, Кристина Отехина, Универ. Новости. На Всероссийской студенческой кибербитве студенты Казанского федерального университета одержали победу и заслуженно заняли первое место, получив золото и денежный приз. За 16 часов состязания команда расследовала 24 критических события и смогла защитить IT-инфраструктуру виртуального города. Подробнее об этих соревнованиях и о том, как готовилась команда, увидите сейчас в сюжете. В непривычной для нас с вами реальности, а именно на виртуальном киберполигоне, в конце мая проходила самая настоящая битва. Второй международный киберфестиваль Positive Hack Days Fest прошел в Москве на площадке спорткомплекса «Лужники». Он завершился для команды Казанского федерального победой. Мероприятие было поделено на две основные зоны. В закрытой части прошла традиционная конференция для технических специалистов и представителей бизнеса. В открытой зоне фестиваля для всех желающих были доступны интерактивные инсталляции. Впервые все посетители смогли также увидеть кибербитву стендов – зрелищное противостояние команд белых хакеров и защитников виртуальных государств. Капитан команды и студент 4-го курса Института физики Сергей Супротивин поделился со съемочной группой телеканала своими эмоциями по завершению этого большого события. Участие проходило великолепно. Мы сидели на малоспортивной арене в Лужниках. Там у нас было два дня по 8 часов, без перерывов. Была прекрасная сцена, где снизу ходили люди, им представляли, чем мы занимаемся, что это такое вообще. А мы укромно сидели у себя и выполняли все задачи, которые перед нами поставлены. Конечно, очень сильно радовались, но, честно сказать, не очень, потому что мы и так понимали, что мы выиграем, когда едем. Настрой очень сильно решает. Несмотря на то, что ребята из других университетов оказали нам очень хорошее сопротивление, например, с ребятами из Владивостока у нас разрыв всего в одну минуту среднего реагирования. Это крайне мало. Но, несмотря на это, мы денек порадовались. Поняли, какие мы специалисты хорошие. И, в общем-то, все. Группа Blue Water состояла из пяти подготовленных и талантливых участников. В состав команды вошли четверокурсники Института физики. Капитан Сергей Супротивин, Владимир Дмитриев, Тимур Хакимов, обучающиеся по направлению информационная безопасность автоматизированных систем. И студент третьего курса Института вычислительной математики и информационных технологий Тимур Хамзин. Обучающийся по направлению информационная безопасность. К ребятам присоединился студент Казанского национального исследовательского технологического университета Дамир Шакиров. Работа в команде требовала особой слаженности и доверия, особенно когда на кону безопасность города Н и его технологических объектов. В широкий список задач киберспортсменов команда входила расследование инцидентов, решение локальных задач, реакция на ситуации, созданные командой атакующих. Это значит, что подготовка к соревнованию была основательной. Что такое киберполигон? Это программный продукт, в котором реализованы все знания и навыки специалистов по расследованию реальных видов угроз и атак. Более 60% матрицы МИТР заложены в киберполигон. То есть это все тречки заражения вредоносным программным обеспечением за последние десятки лет, которые были расследованы во всем мире. В данной студенческой кибербитве участвовало в сумме 22 команды. 8 команд защитников, как раз победитель со стороны защитников, это команда КФУ, и 14 команд нападающих. При этом в составе нападающих были вузы, не только обычные гражданские, но и вузы, которые готовят специалистов для наших слабых ведомств. IT и кибертурниры привлекают все больше и больше заинтересованных людей, и даже самые строгие скептики пересматривают свое отношение. IT-сфера оказывает на нашу жизнь значительное влияние, а значит работа, связанная с кибербезопасностью, является сейчас вполне актуальной и статусной. Волнующая и напряженная работа по защите виртуального города позади, и нашим киберзащитникам остается наслаждаться победой и принимать поздравления, а также готовиться к новым свершениям. Следите за миром киберреальности, ведь она продолжает оказывать на нас вполне реальное влияние. Вероника Туманова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова